За окном последняя неделя осени. Впереди череда новогодних праздников, а значит, россиянам традиционно пора готовиться к сезонному и не только повышению цен на продукты, товары и услуги. Раскошелиться придется серьезно. По прогнозам, подражает большая часть продуктовой корзины и многие другие привычные вещи. Мы подготовили подробный перечень товаров и услуг, рост цен, на которые уже произошел и на которые только еще предстоит. Об этом в следующем материале выпуска. Чуть больше месяца осталось до Нового года. И уже начинается предпраздничная суета, массовые покупки, траты и попытка накрыть богатый стол за разумные деньги. Но цены на товары не стоят на месте. Ведь мы много слышим про инфляцию. А в скором времени еще предстоит потребительский бум из-за праздников. По данным Тверьстата, в октябре текущего года по сравнению с сентябрем цены на продукты питания, включая плод и овощную продукцию, выросли на 1,9%. Мясопродукты в целом подорожали на 3%. В наибольшей степени подорожали вареные колбасы на 4,6%. Свинины и мясоптицы на 4,1%. При этом цена на сосиски и сардельки снизилась на 1,6%. Живая охлажденная рыба подорожала на 6%. А мороженое около 3% прибавило в цене. Также выросли цены на масла. Сливочное и подсолнечное подорожали на 2%. Подорожал и сахар на 0,8%. Чай и кофе, какао стали дороже на 1,5%. При этом снизилась цена на муку. Овощи в среднем подорожали на 8%. Особенно сильно помидоры на 23%. Чеснок почти на 14%. А морковь стала дешевле на 7%. Подешевели и огурцы на 6%. Снизилась стоимость капусты и картошки. Но подорожали фрукты на 10% виноград и на 2% бананы. Подешевели груши и яблоки. И это не осталось незамеченным покупателями. Вот что говорят величане по поводу изменения цен. Все, курица, молоко, сметаны, все молочное, мясо, хлеб, да все подорожало. Яйца, да? По 100 рублей. Точно выросли на яйца, если из продуктовых товаров. Ну, я думаю, да, процентов 20-30 где-то выросли. Сейчас все дорожает и, ну, как бы, цены постоянно растут. Но мы яйца домашние покупаем, поэтому я не знаю. Сколько домашние вот сегодня стоит? Вот за сколько вы покупаете? Десяток? Ну, где-то рублей 100-120. Многие подчеркивают, что сильнее всего выросла стоимость яиц. По данным Тверьстата, за год стоимость десятка увеличилась на четверть. Мы пришли в самый обычный магазин у дома и сейчас проверим, сколько стоят самые дешевые яйца. Итак, цена за десяток яиц начинается от 108 рублей. И причем осталась их только одна коробка. Тема роста цен на куриное яйцо животрепещущая. Вот что пишут люди в социальных сетях, демонстрируя свой творческий подход к данной теме. На свидание сегодня не с букетом роз, с упаковкой яиц. Ты ко мне придешь, счастье разольется. По моей душе вижу то, что яйца-то все от Фаберже. Конечно, стоит понимать, что стоимость продуктов зависит от нескольких факторов. Урожайности, стоимости доставки. Важную роль здесь играют цены на топливо. Конкуренции в определенном городе, регионе. Если магазинов много, они будут снижать цены для привлечения покупателей. Также растет инфляция. Так что в теории дорожать будут все товары и услуги. Но по-разному, подчеркивают экономисты. Зимой также увеличивается доля зарубежных овощей и фруктов. Местные дорожи выращивать в это время года. Соответственно, на импортные товары влияет курс доллара. Очень много импортного. Вот если даже, к примеру, взять курицу, да, почему дорожает курица, яйцо, мясо, птицы, российское, только три ингредиента. Это солнце, это воздух и это вода. Все остальное все импортное. Поэтому и из-за снижения стоимости рубля у нас получается, что эти ингредиенты, которые нужны для выращивания курицы, становятся все дороже и дороже. Цены на продукты питания, к сожалению, будут расти, пока не изменится политическая и, соответственно, потом экономическая ситуация. По мнению многих экономистов, от подорожания продуктов пострадают простые россияне, у которых маленькие доходы. Эксперты предполагают, что у многих продуктовый набор на новогоднем столе станет скромнее. Люди перейдут на более дешевые продукты.